Журнал за 2018 год включает в себя 4 выпуска, которые представлены статьями Применение Agile Scrum в проектах SAP и Сложности внедрения WMS-систем Концепция анализа в проектах внедрения ERP-систем и применение SQL-запросов Концепция ролей и полномочий, а также подхода к обучению пользователей Моделирование бизнес-процессов и прочие статьи В выпуске номер 1 за первый квартал 2018 года вы можете ознакомиться с такими статьями, как Обзор открытой корпоративной информационной системы ADU Применение Agile Scrum в проектах SAP Анализ каскадной, итерационной и спиралевидной модели внедрения информационных систем Особенности проекта внедрения MRP по точке перезаказа А также сложности внедрения WMS-систем на примере SAP ERP Обратите свое внимание на статью под названием Обзор открытой корпоративной информационной системы ADU В рамках этой статьи вы можете познакомиться с созданием систем подобного класса Ну, наверное, из интересного, а знали ли вы о том, что есть бесплатные ERP-системы Преимущественно таком онлайн-базировании, которые используются в разных странах В том числе и в России Вот статья как раз об этом Из этой статьи вы узнаете также, как можно имплементировать эту систему И какие технические требования к инфраструктуре Для того, чтобы использовать данную бесплатную ERP-систему Вы здесь также познакомитесь с составом модулей данной системы Но в частности, если посмотреть более детально Вы увидите то, что в нее входят как модули продаж Модули управления складами и запасами То есть те типовые критические элементы ERP-системы Которые присущи именно данному стандарту В рамках этой вы, кстати, также посмотрите на предварительные интерфейсы Текущей ERP-системы Чтобы понять и получить информацию о том А как же она выглядит в реальности И завершает данную статью Как раз такой краткий экскурс А как же подобные ERP-системы используются в России Статья достаточно краткая Статья аналитическая, обзорная Вы сможете с ней познакомиться И просто расширить кругозор Для того, чтобы понять, а какие же вообще ERP-системы Вообще существуют в мире Обращаю ваше внимание на статью Применение Agile Scrum в проектах SAP Из этой статьи вы узнаете о типовых ценностях и принципах гибкой методологии Agile Здесь также вводится краткое описание того, из каких составных элементов и каковы алгоритмы применения Agile Scrum С точки зрения формирования бэклога продукта, бэклога спринта Выделение Scrum Master и проектной команды Также здесь описаны те виды проектов внедрения ERP-системы Которые относятся к Agile Scrum В частности, проекты внедрения с нуля Тиражирования и развития Дается оценка, в каких проектах целесообразнее всего использовать методологию внедрения Agile Scrum Также вводится принципиальное отличие ERP-проектов и исходной методологии Agile Scrum с точки зрения их внедрения Важно подчеркнуть, что несмотря на всю популярность и такую хайповость темы Agile Scrum Целесообразность внедрения и использования данной методологии в проектах имплементации ERP-систем Она достаточно структурирована и общеизвестна Здесь как раз и приводятся те постулаты и те принципы Которым должна удовлетворять сама процессия внедрения Для того, чтобы действительно имел смысл применение методологии Agile Scrum Статья достаточно легкая в понимании Здесь нет сложных математических терминах и формул Если вы хотите понять, на что стоит обратить внимание В случае применения Agile Scrum в проектах внедрения ERP-систем Это статья для вас Статья под названием Анализ каскадной и традиционной и спроливидной моделей внедрения корпоративных информационных систем Делает обзор трех базовых моделей На основе которых разрабатывается и внедряется Как программное обеспечение, так и корпоративной информационной системы Собственно, одноименные модели Каскадная и традиционная и спроливидная Из этой статьи вы узнаете детали по функционированию каскадной методологии Кстати, вот интересный факт Несмотря на то, что каскадная методология считается наиболее устаревшей Но самые ключевые и тяжеловесные проекты внедрения информационных систем Они ведутся именно на базе этой модели Потому что она позволяет решать основную задачу Это снижение неопределенности в требованиях Каскадная методология часто называется моделью водопадной Waterfall Основной ее минус состоит в том, что в ней По определению отсутствует контур обратной связи И вот этот основной минус в дальнейшем должен решаться в итерационной модели Которая за счет того, что позволяет реализовать продукт в несколько итераций Также демонстрирует пользователю полуготовый продукт Чтобы получить быстро обратную связь и устранить все недостатки Аналогично, так как и в каскадной методологии в итерационной есть свои минусы И основные минусы итерационной модели В последующем решено исправить в сперлевидной модели внедрения Сперлевидная модель имеет ту особенность В ней присутствует явный фокус на обработке рисков В частности, для того, чтобы понять, стоит ли переходить на следующий виток разработки или нет И вот такой интересный факт Несмотря на то, что данная модель уже функционирует в течение полувека Типовые риски, которые встречаются на проекте Они как были, так и остаются Допустим, риск, дефицит человеческих ресурсов Нехватка информации или поток изменений То есть они как были, так и есть И вы можете это на практике явно почувствовать Статью завершает такая небольшая ремарка о тех принципах, которые используются в многопроходных моделях Где под многопроходными моделями понимаются сперлевидные и итерационные методологии Статья достаточно легкая, обзорная Общее понимание в отличие этих моделей вы, конечно же, получите, прочтя ее Статья подготовлена коллективом авторов и является такой обзорно-аналитической Если вас заинтересовала данная статья, вы можете перейти по ссылке, которая прикреплена к видео И внимательно ознакомиться с материалом Обращаю ваше внимание на статью под названием Особенности проекта внедрения МРП по точке перезаказа Из этой статьи вы узнаете о планировании потребности материала на основе точки перезаказа Для чего в статье вводится принципиальная схема, как работает этот механизм пополнения Дальше для того, чтобы он заработал, приводятся те параметры, которые нужно рассчитать, чтобы все было рассчитано автоматически на основе точки перезаказа Для этого вводится формула для расчета точки перезаказа А также формула Уилсона для определения оптимального размера партии в заказе на закупку Используя две указанные формулы, уточняется весь перечень необходимых параметров Которые нужно рассчитать и иметь информацию для их определения, чтобы система заработала Кроме того, здесь приводится в рамках текущей статьи Классификация номенклатуры согласно ABC и XYZ классификации ABC это стоимостная оценка XYZ это регулярность потребления В статье приводится то, что механизм планирования по точке перезаказа Наиболее подходящий с точки зрения материалов по классификации CX То есть невысокая цена, цена с регулярным потреблением Кроме того, в статье приводится механизм, который описывает Как правильно выполнять процедуру очистки и миграции данных для того, чтобы решение заработало А также рекомендуемая стратегия по тому, как запускать указанный функционал Для того, чтобы последовательно его активировать для все большего объема номенклатуры, который используется в предприятии Если вам интересна данная статья, вы можете с ней ознакомиться Для чего к текущему видео прикреплена ссылка на полную версию указанной статьи Всем тем, кто занимается системой SAP ERP, будет интересна статья под названием Сложности внедрения WMS систем на примере SAP ERP Из этой статьи вы узнаете о тех проблемах и сложностях, которые возникают при имплементации систем управления складами на примере SAP В качестве образца здесь рассматривается модуль WM, который является базовым элементом системы SAP ERP Здесь анализируются сложности по формированию организационной структуры склада или топологии склада Кроме того, рассматриваются вопросы, касающиеся миграции остатков, для того, чтобы они корректно отражались по структуре склада А также затрагиваются вопросы, связанные с этикетками, в частности, активности по переэтикетированию А также закупки необходимого оборудования и технических средств для того, чтобы этикетки печатать И в последующем их наклеивать на товарно-материальные ценности, находящиеся на складе Эти и прочие проблемы и сложности рассматриваются в данной статье Если она вас заинтересовала, вы можете перейти по ссылке, которая приведена к текущему видео И ознакомиться со всеми деталями Выпуск номер 2 за второй квартал 2018 года содержит такие статьи, как Стартапы, стратегия реализации, управление изменениями, а также концепция анализа в проектах внедрения ERP-систем Кроме того, из этого выпуска вы можете ознакомиться со статьей Использование SQL-запросов для подготовки документа функциональной спецификации Статья под названием «Стартапы» Что вы можете из нее узнать? В первую очередь здесь вводятся основные термины и определения, которые задают стартапы Кроме того, описываются характеристики стартапов, а также критерии для успешного выполнения стартапов Из этой статьи вы также подчеркнете информацию по этапам развития стартапов, а также источников финансирования их Ну, в частности, это кредитование, краудфандинговые схемы и гранты Стартапы, конечно же, на текущий момент у нас ассоциируются больше с такой IT-сферой Именно этому посвящена отдельная глава Хотя тема стартапов, конечно же, она более широка и покрывает всевозможные предметные области Статью завершает информация о всевозможных биржах стартапов Если вам интересна информация про стартапы, пришел ознакомиться с текущей статьей Статья достаточно простая в понимании, здесь нету каких-то сложных выкладок Все достаточно лаконично и просто Интересно? Воспользуйтесь ссылкой, прикрепленной к видео Стратегия реализации в проектах имплементации корпоративных информационных систем Содержится описание одноименной стратегии, которую также можно назвать как стратегия разработки При внедрении ERP-систем Из этой статьи вы узнаете о необходимости иметь соглашение о наименовании всех новых технических объектов То есть если вы создаете новый нестандартный объект в системе ERP, вы должны его наименовать по определенным правилам Как то правило для наименования таблиц, фоновых задач, программ, транзакций и так далее Кроме того, здесь также описана потребность в наличии единого хранилища для всех констатных переменных для программ Обязательность указания организационных уровней и проверки полномочий для вновь созданных селекционных экранов разрабатываемых программ Все это и будет являться основой стратегии разработки или стратегии реализации Более детально вы можете ознакомиться с этим материалом из текущей статьи Ссылка на статью приведена к видео, которое вы сейчас смотрите Статья под названием Стратегия управления изменениями в проектах имплементации ERP и ERP-2 систем Из этой статьи вы узнаете о процессе управления изменениями Который может быть рассмотрен как следующая ситуация Допустим, на компанию действует внешняя среда, компания вынуждена изменяться Так вот, под управлением изменениями подразумеваются те методы и способы Которые позволяют изменениям прижиться в работе компании Здесь рассматриваются типовые параметры изменения, как то люди, знания, процессы, технологии Кроме того, конечно же, делается акцент на управление изменениями в контексте внедрения ERP-систем Для которых присущи такие параметры, как изменение людей, процессов и технологий Обо всем этом вы можете узнать из текущей статьи Если она вас заинтересовала, ссылка на нее доступна ниже текущего видео Из статьи под названием «Стратегия анализа в проектах внедрения ERP-систем» Вы получите информацию, которая позволяет идентифицировать требования к программному продукту На этапе анализа В статье приводится информация о том, какие методы и способы используются для того, чтобы идентифицировать требования к продукту Вводится матрица отслеживания требований для хранения в едином месте всех требований к программному продукту А также описываются те подходы, которые позволяют правильно подойти к вопросу приоритизации требований Все это вы можете узнать из текущей статьи Если она вас заинтересовала, ссылка на статью доступна ниже к текущему видео Статья под названием «Использование SQL-запросов и команд языков программирования для описания алгоритмов выборки данных в функциональных спецификациях на разработку ERP-систем» Расскажет вам о том, как применять SQL-запросы для того, чтобы подготовить документ функциональной спецификации И в частности, описать алгоритм выборки и заполнения данных Здесь приводится простейшая форма того, как ссылаются на поля табличек баз данных Для того, чтобы описать алгоритмы заполнения тех или иных атрибутов for Кроме того, вводится простейший оператор SQL-запрос в select Для того, чтобы подобрать данные из табличек баз данных И тем самым заполнить логику тех или иных полей на экранной форме Кроме того, в этой статье также демонстрируется пример использования SQL-запросов А также вводится более оптимальный подход для того, чтобы описать алгоритмы заполнения полей будущей программы На основе однократного описания логики на основе SQL-запросов Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться Ссылка для статьи приведена внизу текущего видео Выпуск номер 3 за третий квартал 2018 года Содержит подборку статей, касающихся Разработки проекта системы управления цепочками поставок, часть 1 Стратегии тестирования, а также методы управления ожиданиями Описание концепции ролей и полномочий А также детализация подходов к обучению пользователей в ERP-проектах В первой части статьи под названием Исследование и разработка проекта процессной информационной системы управления цепями поставок Вы узнаете о работе предприятия, которое занимается строительными работами В статье описана модель ЭЗИС данной компании Приводится схема взаимодействия отделов, а также организационная структура компании В дальнейшем демонстрируется трехуровневая структура предприятия Которая включает в себя такие уровни, как процессы, приложения, а также IT-инфраструктура Каждый из этих уровней детально анализируется И в частности для уровня бизнес-процессов выявляются узкие места, которые стопорят полноценное функционирование компании Если вам интересна первая часть статьи, вы можете с ней ознакомиться Ссылка на статью приведена ниже текущего видео Обращаю ваше внимание на статью под названием Стратегия тестирования в проектах имплементации ERP-систем В этой статье приводятся те виды испытаний программного продукта Которые обычно применяются в ходе проекта внедрения корпоративных информационных систем Из этой статьи вы узнаете о всевозможных категориях тестирования программного продукта Которым относят нефункциональное и функциональное тестирование А также тестирование, связанное с изменениями Здесь также приводятся те наиболее используемые виды испытаний, которые применяются в практике А именно функционально-модульное, интеграционное, системное, непрерывное, приемочное А также нагрузочное и регрессионное Все виды испытаний описываются И в дальнейшем обособляются в наиболее используемой модели Которая называется VIM-модель разработки через тестирование которая ставит соответствовать требованиям, которые предъявляются к системе, и видам испытаний, которые позволяют их реализовать. Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться. Ссылка на статью прикреплена к текущему видео. В статье под названием «Управление ожиданиями в проектах имплементации ERP-систем» содержится описание тех механизмов и способов, которые позволяют управлять завышенными ожиданиями от ERP-системы. В частности, распространение ожидания от конечных пользователей к будущей системе состоит в том, что система должна делать все автоматически, при этом пользователь должен максимально отдыхать. Для того, чтобы управлять такими завышенными ожиданиями, предлагается текущая статья. Здесь вводятся механизмы управления ожиданиями, как то информирование, вовлечение, поддержка и помощь, Дальше, для всех ключевых активностей проекта, помимо указанных механизмов обработки ожиданий, также определяются вовлеченные стороны, а также средства управления ожиданиями. Допустим, на уровне проекта максимально вовлекаются спонсоры проекта для оказания помощи, для решения наиболее сложных задач и решения эскалированных вопросов. Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться. Ссылка на статью прикреплена к текущему видео. Статья под названием «Стратегия ролей и полномочий в ERP-проектах» познакомит вас с принципиальным пониманием, что такое концепция ролей и полномочий. Для того, чтобы ее понять, приводится графическая схема, которая показывает пользователю в системе, для того, чтобы наследовать роли и полномочия для работы с программным продуктом, присваивается бизнес-роль. Бизнес-роль представляет собой совокупность технических ролей системы, каждый из которых это есть набор программ и организационных уровней. В дальнейшем все указанные параметры описываются в матрице ролей и полномочий, в частности, включая в себя бизнес-роли, технические роли, орг-уровни, также программы и всевозможные режимы обработки программ. Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться. Ссылка на статью приведена к текущему видео. Статья «Стратегия обучения пользователей в проектах внедрения ERP-систем» познакомит вас с методами и способами, которые используются для обучения пользователей. Причем под пользователями мы можем понимать конечных пользователей, ключевых пользователей, а также тренеров. Из этой статьи вы поймете разницу между обучающими материалами и пользовательскими инструкциями. Здесь также задаются два подхода к подготовке обучающих либо пользовательских инструкций, как то процессный и операционный. Вводятся всевозможные виды обучения, а также задаются те параметры, которые являются составной частью стратегии обучения пользователей. Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться. Ссылка на статью прикреплена к текущему видео. Четвертый выпуск журнала за четвертый квартал 2018 года содержит вторую часть статьи под названием «Разработка проекта системы управления цепями поставок», работу метода решения творческих задач в корпоративных информационных системах, стратегию технической подготовки ERP-систем, первую часть статьи под названием «Моделирование бизнес-процессов в ERP-проектах», а также «Концепцию реализации содержания в проектах внедрения ERP-систем». Во второй части статьи под названием «Исследование и разработка проекта процессной информационной системы управления цепочками поставок» ведется анализ бизнес-требований предприятия. В дальнейшем определяются пользовательские требования к системе, а также ведется определение функциональных требований, налагаемых к будущему программному решению. На основе указанных требований в последующем выполняется выбор программы из набора. Для того, чтобы выбрать единственное программное решение из множества, вводятся критерии, характеризующие эффективность программного решения, и в дальнейшем выбирается то приложение, которое имеет наибольший вес, в частности выбрано решение iTender SRM. На основе выбранного решения строится 2B-модель работы предприятия с точки зрения уровней процессов, приложений и технической инфраструктуры. Помимо описания деталей каждого уровня, также ведется анализ и устранение узких мест в работе компании. Для тех проблемных областей, которые были изначально выявлены в первой части статьи. Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться. Ссылка на статью прикреплена к текущему видео. В статье под названием «Метод решения творческих задач в проектах внедрения корпоративных информационных систем» ведется обзор творческих методов, которые позволяют решать сложные задачи. Все методы можно сгруппировать на следующие 4 категории. Метод проб и ошибок, методы психологической активизации, систематизированного поиска и направленного поиска. Наиболее применимые методы для решения задач при внедрении корпоративных информационных систем это способы психологической активизации. Поэтому в главе ниже ведется описание этих способов. В частности, дается детальное описание метода мозгового штурма, а также обратного мозгового штурма. Приводится схема, которая характеризует метод корабельного совета. А также дается описание метода, который называется «Конференция идей», а также метод «Пять почему». Указанные методы дальше детализируются для тех этапов внедрения корпоративных информационных систем, для которых они наиболее применимы. Если вас заинтересовала текущая статья, вы можете с ней ознакомиться. Ссылка на данную статью приводится внизу текущего видео. Статья под названием «Стратегия технической подготовки системы в проектах внедрения ERP-систем» рассказывается о трехуровневой архитектуре ERP-систем для того, чтобы программное решение заработало. Каждой из уровней архитектуры представлены отдельной подсистемы, которая решает свой ограниченный набор задач. В частности, система разработки, система контроля качества, а также продуктивная система. Часто в архитектуру включают и подсистему под названием «Песочница», для того, чтобы в ней проверить определенные гипотезы. Если вы хотите узнать детали этой архитектуры, вы можете найти их из данной статьи. Ссылка на статью приведена в данном видео. В первой части статьи под названием «Методы проектирования организационной структуры и бизнес-процессов предприятия при внедрении ERP-систем» вводится бизнес-архитектура компании, которая состоит из двух основных элементов. В первую очередь это организационная структура, и в дальнейшем это смоделированные бизнес-процессы. Так вот, статья как раз посвящена методам проектирования орг-структур, а также бизнес-процессов. В дальнейшем приводятся те способы, которые позволяют моделировать орг-структуры, а также графические нотации верхнего уровня для моделирования бизнес-процессов, как то нотация BCM – Business Control Model. В этой части статьи приведены графические элементы, а также примеры использования нотации. В дальнейшем рассматривается нотация верхнего уровня ARIS VCD с примерами и с описаниями элементов. И в заключении приводится наиболее используемая нотация, которая называется IDF0. Если вас заинтересовала тематика проектирования бизнес-процессов на верхнем уровне, вы можете ознакомиться с текущей статьей. В статье под названием «Стратегия реализации содержания при имплементации ERP-систем» ведется краткий обзор свода знаний по управлению проектами или PMBOOK, в рамках которого выделяется параметр содержания. Так вот, содержание уточняется для проекта внедрения ERP-систем, а именно задаются 11 стратегий, которые определяют саму суть внедряемого программного продукта. Приводится описание таких стратегий, задающих содержание, как анализ требований, подход по проектированию организационных структур и бизнес-процессов, понимание ролей и полномочий, а также прочие стратегии. Для каждой стратегии дается краткое описание, а также задаются те ключевые параметры, которые нужно определить для выбора, чтобы в последующем эта стратегия заработала в ходе внедрения ERP-системы. Если вы хотите более детально погрузиться в ключевые задачи, которые решаются в момент внедрения корпоративных информационных систем, то эта статья для вас. Ознакомиться с этой статьей вы можете, воспользовавшись ссылкой, которая дана внизу текущего видео. Продолжение следует...